Какая-то пальма, там, говорит, на этой пальме, говорит, очень такие интересные плоды, типа фрукта. Ну, говорит, надо, смотри, что зубы не сломай, но если зубы крепкие, то вкусно, говорят. Вообще, я сейчас заехал к Софии, вот сзади меня София. Это, кто помнит, я передавал, передавал одежду, такую поношенную, короче, так, слегка и поддерживаю. Это та женщина, которая заболела раком, а до этого она у нас подрабатывала в уборщице, периодически в офисе, дома, по-всякому. Он говорит, иногда он рыбачит сам, то есть ездит на рыбалку, потому что я смотрю, какой-то поплавок, либо ёк. Вот, да, короче, а так у них ещё дерево, тенёк тут, запах дымка. А, да, 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 да. Короче, он ещё подрабатывает рыбаком. И ещё где-то у них... И где у тебя маленький магазин? Да, да. Еще у них есть маленький-маленький такой-то страшненький магазинчик, они там что-то в каком-то большом покупают, на какой-то базе, и тут перепродают с небольшой наценкой. А вот здесь ещё у них, я смотрю, есть солнечная такая штука маленькая, вот наверху, не видно, не видно, вот. Это небольшая солнечная панель, и от неё они заряжают телефон. Извечать, я фауны? Да, да, я фауны. Это китя, да. Ооо. Ооо, это китя, да? Ооо, короче, у них три лампочки. Три лампочки и зарядка для телефона, и всё на том. Ооо, это пять, короче, от этой штучки пять лампочек у них работает. Я так понимаю, наверное, там она держит. И ТВ? Я активирую маленький. Все на этой? Да, да. Ооо, окей. Так, у них есть более, более вон, более вон. А, более вон, более вон. А, более вон, более вон. А, короче, понял. То есть, эта панель небольшая, но у них есть аккумулятор, она туда накапливает. У них пять лампочек работает, и даже небольшой телевизор, панелька. Ну, вот так. Вот так и живём. Ладно, ребят, заканчиваю. Пусть лечатся. Пусть сегодня и получше. Я просто буквально вчера её возил в банк. Она совсем плохо себя чувствовала. Но мне нужно было подписать какие-то документы. Не какие-то, такие-то документы. И её, ну, она с этим мужем ездила. Он её даже пару раз там на руках носил в банк. Ну, прям перед банком её поставил. Там кое-как мы зашли. По-хорошему. Наверное, нужно ей уже для таких каких-то дней кресло-качалку. Но она, говорит, сейчас делает химиотерапию. И, возможно, что, когда она закончит этот курс, осталось немного, возможно, что ей станет получше. Говорят, там чуть-чуть отпускают. А так, если в детали не вдаваться, я так понимаю, у неё третья стадия. Но ей сказали, что она неоперабельна, потому что боятся трогать. Что есть риск, ну, вообще, откинуть. Отойти в мир иной. Поэтому надеются, что химия уменьшит размер этой опухоли. И вот так дальше будет потихонечку жить, доживать, добра наживать. Ладно, всем добра. Не болейте. Как вам жучок? Он длиной более 30 сантиметров. Где-то 35-36. Я его называю жук-палочка. Не знаю, как он официально называется. Ну, безобидный. И даже милый у меня один раз в машине был такой. Ладно, не будем его стрессировать. Отдыхай. Ночью откуда ты взялся? Наверное, через эту дырку в потолке. Пришел или прилетел. Даже не знаю. Опять эти цыгане-муравьи, мигранты. Приперлись огромные. Там несколько тысяч в такую кучу собрались. А вот тут еще поток туда-сюда. Ходит что-то разведывать. Вон там еще. Друг друга держат. Сейчас попробую их атаковать. Потому что они совсем расслабились. Думают, что тут им рады. Это все Алина. Доброта довела до такого. Пару раз они были. Она говорит, да, да. Уйдут они сами. Как бы была у них генетическая память. К этому дому ходить не надо. Стою и жду запчасти. Колодки на Прадо. И аккумулятор надо поменять на одну из машин. Совсем износился. Вот так у них выглядит. Я за решеткой сюда денежки просовываю. У них тут только маленькая выемка, чтобы мне выдать товар. Чтобы никто, не дай бог, не залез. Кассу не забрал. Крепенько. Давайте уже еду, я не могу с вами съем. Вот какая большая чашка. Тройной масала трипл. Не путать с триппером. Тройной чай. Масала. Мне кажется, трипл тоже была утреппера. Что? Я уже пошуковала. Шутку сушала, да? Не от меня? Не от меня. Тебя от тебя. Значит, я уже повторяюсь. Старею. Шутки повторяются. Несмотря на 33 в тени. Такую огромную чашку чая. Боюсь, мне надо будет клееночку постелить на сиденье перед поездкой. У тебя будет и огромная чашка, и еще гигантская самоса. Для этих, как буливеров. Да. Зато какое солнышко. А что-то камера не передает размер чашки. Реально. Вот. Вот. Такая большая. Вот так надо еще. Вот маленькая. А вот у Ады. У нее двойной, да, помню. Одинарность. Двойной. Одинарность. Одинарность. Ага. Три недели назад сильно подвернул ногу. И вот. И начало показалось. Ну, даже в глазах потемнело немного. А потом вроде бы лед приложил, то все как-то успокоился. Но прихрамывал недельку. Потом уже, думаю, все, восстановился, можно начинать. Ну, как-то попытался походить побольше или чуть пробежаться. Увидел, что нога еще побаливает. Ну, вот сейчас три недели прошло. Сейчас первый мой возвращение, как говорится, блудного сына в теннис. Поэтому посмотрим, как получится. Буду себя немножко поджаливать, но... А куда деваться? Заниматься-то надо. Вот здесь все уже пенсионеры на месте. Сейчас буду смотреть, куда подкреплюсь. Вон там позади меня суровая соперница. Вот сейчас одна, я к ней присоединюсь. А вот с этой стороны две еще. Сегодня я в женском коллективе. А там на заднем фоне, там четыре мужчины. Но у них уже вступать некуда. Поэтому я к девчонкам идем. А что у тебя сзади написано? Футбольная какая-то ассоциация. А ты идешь в хоккей играть. Я не знаю, это надо. Это же хибулконе школа. Школа, да? Экономят? А что у вас... Какое мероприятие будет сегодня? В субботу. Что-то я оделся в удеформу в субботу утром. Ты что? Окей, окей. Окей. Что-то у вас команда победит сегодня? Как настрой? Победный? Может. Может? Не может сказать? Точно победил. Порвем на куски. Попытаемся. Ой, да не попытаемся. Как тузик грелку порвем. Правильный ответ. Ты первый будешь рвать. На острие атаки будешь. Ну как я? Я около атаки. Как около? Будь на острие. Ой, какие сладкие. Сладкие? Это прописы. Ребят, ну вы что? Тут с утра прям пораньше. А вот еще один дядь. Никит, встретить жирафа перед этим, ну как там, перед компетишеном, перед состязанием, хорошая примета. Да? Да. Я всегда в Москве, если встречал жирафа, я кричал, я вас Победю. Ты тут проезжаешь в тот самый момент. Не было? Вот поэтому я и не победил. А сейчас-то ты увидел, все. Саш, на дорогу смотри. Да смотрю, смотрю. Да, куда сходи. Ну, Саш. Два, не два, один. Ну что, спортсмен готов? А? Видишь, там два автобуса. Да, ты должен отвечать, всегда готов. Всегда. Вот видишь, вон два автобуса, один из них твой. А какой? А? А какой из них мой? Не знаю. Вот мы на главной дороге, это поворот, который идет к нашему гольф-клубу. Здесь строится мол. Ну как? А там он, квартиры какие-то недорогие. Папа, мол строился. По 30 тысяч долларов. Папа, мол строился. Мол строился. Ну, пока чуть заморожен, но скоро будет. Следующий, вон, наше. Да. Один автобус проехал, а вот это наш будет. Вот наш. Иди сюда подальше. Отойди. Чтобы он тебя не задавил. Иди сюда. Иди, иди, иди. Ага. Давай. Беги, беги. Беги, беги. Все, давай. Давай, удачи. Не пуха. Опять я на фоне мечети. И сегодня я без кепки. Чувствую, кто-то там не писал из подписчиков. Троллил меня, что я не загорел совсем. Вот, боюсь, сегодня обгорю. Постараюсь долго не тусоваться. Ну, минут десять мне придется пошататься по этому участку. Потому что мы тут вкопали колышки. Сейчас уже начнут клиенты приезжать. Уже первая встреча была. Вот. Людям как бы все нравится. Но для облегченного нахождения участков мы вкопали такие трубки и еще пронумеровали, чтобы даже не специалист мог легко свой участок найти. Ну, или выбрать, какой он желает. Чтобы я постоянно сюда не должен был бегать туда-назад, а скинуть точку на карте. Человек мог подъехать, а потом уже в офис приехать. Денежки мне закинуть Мой мусульманский партнер уходит вдаль. Ее семья в древность уходит. Древний род. Ты получил один? Нет? О, в этот раз немного. Какой номер? 81. Окей, здесь. Окей, я помню, можешь попробовать туда? В семь утра уехал. Сейчас уже шесть вечера. То есть, 11 часов. Ребенок где-то тусовался. Мы отдохнули, как говорится. А он сейчас, я думаю, будет выжатый, как лимон. Вроде говорят, неплохо сыграли. По-моему, второе место заняли среди нескольких школ. Вот, пойду встречать его. Что-то они решили подальше остановиться. Ну, ладно. Лучше, чем ничего. Идет, 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 идет. А ты себя вилкой красный ты? Обгорел ты весь. Как уже ты красный, как твоя форма. Как дела? Как вы сыграли? Чемпионы? Да, я выиграю. Молодец. А что ты в шапке сияешь до сих пор? Ты грустно или устал просто? Устал. Ладно. А какие школы были там? Ошел был? Мне кажется, да. Да, ты не помнишь, какие школы были? Мне кажется, была Кост Академия. Кост Академия, это такая местная школа, что ли? Да. А Бреберн был? Что? Ошен Академия. Ошен Академия. И да, все. А где приличная школа? Видимо, не в моей дизайне. В Мамбасе не было? Вы были единственная приличная? Да. Вы что там, шифруетесь на какие-то государственные эти скидки претендуете, дотации? Да. Что у вас затесало? С вашим британским этим курриквелом, как называется, британской системой обучения. Ну ладно. И что, подожди, я видел, девочки вообще победили, что ли, нет? Ну как, я бы микс команды. Вы какое, второе место заняли? Первое. Вы первое место заняли? Ну как, были много команд, которые были первые, и свои группы, типа. Могу, и свои группы. Молодцы. Ладно, хорошо себе. И мне будет статуэтку не дадут. Статуэтку дадут? А ты гол забил? Или что ты делаешь? Или ты в защите был? Ну я более... Я сильно гол не забивал, я... Что я делал? Я атакировал, а потом... Не атакировал, а атаковал. Атаковал и басовал мяч другим, чтобы забивали. Правильно, правильно. Ладно, молодец, Никит. Хорошо. Мы уже почти домой подъехали. Будешь отдыхать? Ох...